МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстрелы Донецка возобновились примерно в полдень. В результате прямого попадания снаряда в одну из квартир многоэтажки погиб 18-летний дончанин. В соцсетях местные жители пишут о множественных разрушениях в Киевском, Петровском, Кировском и Кубышевском районах. На этой АЗС один мужчина получил ранение. Мама в больнице, я еще не знаю, где папа мертвый лежит на улице. Трагедия на улице Одинцова. Здесь накануне разрывались снаряды. Погиб мужчина, женщину госпитализировали. Внезапно налетел, как ураган. Поразрывалось все здесь. Очень хотим мира. Потому что брат брата убивает. Это очень плохо. Это нехорошо. Ну так помощь какая. После залпов артиллерии повсюду пожары. Потушить огонь самостоятельно местные жители не могут. Есть ли внутри люди, неизвестно. В ходе бы никого не было дома. Когда приехали пожарные, от дома практически ничего не осталось. Не прекращаются бои в районе Донецкого аэропорта, сообщают в СНБО. Также под обстрелами позиции силовиков в Авдеевке, Маринке, Дебальцево и вблизи Мариуполя. Жители районов Донецка, которые постоянно попадают под арт-обстрелы, от снарядов прячутся в бомбоубежищах. В этом подземелье в Петровском районе около 65 людей. Идти им больше некуда. Помогают друг другу, занимаются с детьми. В школу малыши не ходят. Сейчас не хожу. Учебники взяли, наши занимаются. А это бомбоубежище на территории шахты Трудовская. Административные здания практически разрушены под землей. Здесь со своими семьями живут 35 сотрудников предприятия. Они продолжают поддерживать работу шахты, хотя зарплату не получают уже 5 месяцев. Муж пенсию не получают. Нет денег. Я хотела в серьги в ломбард. Думаю, завтра пойду в серьги в ломбард. А что? Что-то же надо покупать хлеб. Под этим ДК шахты Трудовской тоже живут люди. В двух небольших комнатках ютятся 20 человек. Рассказывают, работать здесь негде. А в центр доехать нет возможности. Транспорт ходит до обеда. Разбомбила рынок, садики, школы. Здесь все разбомблено. Из-за сырости и холода люди постоянно болеют. Сколько же можно? Как каши на воде? Потому что я жусь, так я могу. А ты же ничего не бачишь. На улице люди практически не выходят из-за непрекращающихся обстрелов. Самое главное – мир. И спать почти. Светлана Павлюкова, телеканал «Донбасс». Четверо мирных жителей погибли в результате военного противостояния на Луганщине. В поселке Кряковка смертельные ранения получили двое мужчин. Этот населенный пункт находится возле трех избинок, который ежедневно обстреливается. А в селе Валуйское, близ станицы Луганской, взрыв снаряда унес жизни пожилой супружеской пары. Пенсионеры спали в своих кроватях, когда их дом обрушился. Всего, по данным местных властей, здесь повреждены более десятка домов. Сам райцентр обесточен. В морозы местные жители остались еще и без тепла. Продолжение следует... Гуманитарная катастрофа и в поселке Юбилейное на Луганщине. Там нет отопления и позамерзали единственные источники воды – бюветы. Бьют тревогу также медики Славяно-Сербска. В местной больнице нечем лечить пациентов, закончились медикаменты. Как выживают люди на оккупированной территории, узнавала Анастасия Пугач. Это окраина Луганска, поселок Юбилейное. До начала военных действий здесь проживало 17 тысяч человек. Теперь осталось не более половины. С июля здесь нет света, воды и центрального отопления. В 15-градусный мороз здесь замерзли почти все бюветы. Но тяжелее всего, говорят местные, пережить холодные ночи в многоэтажках. Эта женщина рассказывает, столбик термометра в ее квартире едва превышает нулевую отметку. О, градуса, наверное, два. Пара идет, а так. На улице одинаково. Что я на улице и сижу, что дома сижу. Во всем, чем есть, кроме вот этого, кроме шубы. И сплю. В доме Виктории газ есть. Своё жилье она отапливает, включив конфорки на плите и духовку. Но теплее от этого в квартире не становится, говорит женщина. Мы отапливаем печкой, но у нас квартира большая, этого не хватает. Мы купили газовую горелку и отапливаем, носим через каждые два часа из одной комнаты в другую. Местные МЧСники, чтобы хоть как-то согреть местное население, развернули в центре юбилейного полевую кухню и пункт обогрева. Говорят, деньги на еду пожертвовали волонтеры. Вчера вся каша ушла, почти весь чай. А это захвачены боевиками Славяно-Сербск. Каждый день здесь раздаются залпы артиллерии. В городе много раненых. Их лечат в местной больнице. Врачи, как и все бюджетники на занятой так называемой ЛНР территории, уже полгода не получают зарплату. Из 70 докторов здесь сейчас работают только 30. Остальные уехали. Уже пять дней медучреждение обесточено. Нет и воды. Но главная проблема – отсутствие лекарств. Есть медикаменты лишь для оказания экстренной помощи раненым. В аптечных полках у нас нет медикаментов для определения курса, которые начали быть в условиях стационарного лечения. Поэтому больные фактически остались без лечения. Таких, каких нужно лекарства для меня. Я сахарный диабет, инсулинозависимая. Таких нет. А недавно в здание больницы попал снаряд. Я когда сидел на дежурстве возле диспетчерской, возле телефона, туда залетел снаряд. Мы повреждены из стекла и целостные здания, находящиеся на втором и третьем этаже. Поэтому мы были вынуждены для того, чтобы иметь возможность оказывать медицинскую помощь послению, мы были вынуждены создать объединенное отделение. За все время военного конфликта жители Первомайска практически не выходили из подвалов. Николай Анохин рассказывает, иногда даже приходилось там хоронить погибших. Я проработал на каждой медицинской полжизни. Отец воевал здесь. В одну кружку жахту восстанавливал. Кто здесь был? Моя роль похоронили здесь. А теперь я здесь скрываю детей в подвале. Вот на Харьковской. Местные жители надеются на перемирие. Однако пока интенсивность обстрелов на Луганщине не снижается. Эти кадры сняли корреспонденты Международного информагентства. Трасса Луганск-Донецк, по которой движется с десяток единиц военной техники. По данным СНБО, за минувшие сутки со стороны России прошла колонна из 9 БМП и сотни КАМАЗов. А подконтрольный боевикам пропускной пункт из Варина пересекли 7 танков. Анастасия Пугач, Телеканал Донбасс. На Луганскую ТЭС начали завозить уголь. Топливо отгружают с шахт компании ДТЭК, которая находится в Ростовской области. Энергетикам удалось договориться о транспортировке груза с территории России, чтобы в Донбассе не остановилась электростанция, питающая более миллиона жителей Луганской области. Данила Царёв продолжит. Первые вагоны с углём на Луганскую ТЭС прибыли в 7 утра. В компании ДТЭК сообщают, энергетики смогли договориться об отгрузке топлива со своих шахт в России. Теперь каждые сутки на электростанцию будут доставлять до 3000 тонн груза. Этого хватит, чтобы поддержать работу станции. Тем не менее, склады предприятия по-прежнему остаются пустыми. И если поставки прекратятся, без света могут остаться более 1 миллиона жителей Луганщины. С одной из сложнейших переговоров и очень серьёзных усилий по ускорению движения поездов сегодня утром в 7 утра зашел первый состав и в 14-32 состав. Мы, соответственно, пошли грузы в транзите, начали регулярные поставки на Луганскую ТЭС. Объём, конечно, незначительный. По сути, всё, что мы поставляем, мы сжигаем. Но, по крайней мере, на настоящий момент риск остановки станции отсутствует. Похожая картина и в Днепропетровской области. На Приднепровской ТЭС запасов угля стало всего на 20 тысяч тонн. Энергетики предупреждают, этого катастрофически мало. При составе работающего оборудования 3 блока 150 мегаватт, станция потребляет в сутки около 5000 тонн угля. Фактически, без отсутствия стабильных поставок, данного запаса хватит порядка 4-5 суток. Аналогичная ситуация и на остальных теплоэлектростанциях государства. Суммарный объём угля на них составляет порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн. Хотя для нормального функционирования необходимо раза в два больше. Если ситуация с поставками не изменится, грядёт энергетическая катастрофа, констатируют эксперты. Если базовые станции, их немного, например, Приднепровская и Криворожская, если они выпадают из системы, они останавливаются, обрушивается вся система, у нас остаются энергоострова. Единой системы нет, перетоков нет. То есть, соответственно, пики гасить не за что. Вот это уже называется блэкаутом. И выйти из этого коллапса, запустить систему заново, будет очень тяжело, очень дорого. Понимает это и на Змеёвский ТЭС. Из 10 энергоблоков в рабочем состоянии там оставили лишь один. Имеющегося топлива хватит где-то на 5 суток работы. Но на подходе 50 вагонов южноафриканского угля. Ещё 80 ожидают погрузки. Правда, проблему этим полностью не решить, констатирует директор станции. Для работы одного блока это хватит на 2 месяца. Для работы двух блоков на месяц. Трёх блоков это на 20 дней. В случае отсутствия угля есть лимиты газа на работу одного блока, который может, даст возможность поддерживать станцию. Но переход на газомазутное топливо сразу ощутят на себе потребители. Ведь себестоимость электричества возрастёт с 86 копеек до 2 гривен за киловатт. Альтернатива либо договариваться с боевиками Донбасса, либо же покупать уголь за границей. В этом случае, беря во внимание временные затраты на логистику, выгоднее всего торговать с Россией. На кордоне стоит порядка 500 вагонов, которые уже оплачены, привезены до кордона. Могли бы уже протягом 2 дней поступить в выработающий процесс. На жаль, это не отбывается. Працюю над этим вопросом, пробую выйти на правильный, на наивысший уровень. Если проблемы с углём не удастся решить, то придётся импортировать электричество. Опять же, у России. Правда, Москва при этом настаивает на ключевом условии. Крым должен будет оставаться со светом. Данила Царёв, Эдуард Ганишевский, Анна Бровко и Наталья Гусак. Специально для телеканала Донбасс. Гуманитарный штаб Рината Ахметова принял уже более полутысячи заявок от психологов, которые готовы работать с людьми, пережившими войну в зоне АТО. Это единственная программа в стране, которая направлена на восстановление психологического состояния переселенцев и мирных жителей оккупированных территорий. Почему для работы в Донбассе привлекают не всех желающих, знает Юлия Меншакирова. В базе уже почти 600 тысяч заявок со всей Украины. Неделю назад гуманитарный штаб Рината Ахметова начал конкурсный отбор 300 кризисных психологов в рамках самого масштабного проекта в Украине. Полгода готовить кризисных психологов для работы в зоне боевых действий и с переселенцами будут 12 лучших специалистов со всего мира. Психологи говорят очень важную формулу. Здоровый человек – это тот, у которого здорово не только тело, но и душа. И сейчас крайне важно убрать психотравму военную с помощью арт-терапии, с помощью сказкотерапии, с помощью новых методик. 300 подготовленных специалистов в будущем смогут помочь не менее чем 10 тысяч людей, пережившим ужасы войны. Такие психологи сегодня в Украине просто необходимы. Мы очень рады сотрудничать с гуманитарным штабом и, в частности, в обучении фаховцев. Мы понимаем, что сейчас это одна из главных задач, чтобы наши украинские фаховцы были належно подготовлены и использовали эффективные, научно проверенные подходы. Психологическая служба штаба Рината Ахметова уже несколько месяцев работает с переселенцами и пострадавшими во время военных действий. Например, с ранеными во время обстрела в 63-й школы Донецка подростками. К работе с детьми и подготовке психологов, проживающих в зоне АТО, особое внимание. Если сегодня мы не поможем детям и взрослым психологически, то завтра, возможно, последствия будут уже психиатрические. И тогда уже не психологи будут нужны кризисные, а психиатры, к сожалению. Самый главный акцент у нас на зоне боевых действий. Мы хотим обучить психологов, которые остаются там и планируют там оставаться. Потому что они там останутся, они там будут жить. По окончанию курса психологи получат сертификат. А сама программа обучения травма войны будет рекомендована как государственная. Юлия Меншакирова, Владимир Конопля, телеканал Донбасс. Работа психологов гуманитарного штаба Рината Ахметова уже помогает восстановлению пострадавших от обстрела Донецкой 63-й школы. Напомню, 5 ноября на спортивную площадку учебного заведения попал снаряд, в результате чего погибли двое детей. Четверо пострадавших сегодня идут на поправку. Двоих уже выписали, двое остаются в Донецкой травматологии. И как проходит лечение, и когда пациенты смогут встать на ноги в сюжете Дарьи Захаровой. А тут еще оскорок остался, и плечи один. Никита был на стадионе 63-й школы во время обстрела. Теперь у него нога переломана в нескольких местах, а в теле до сих пор осколки. Доставать их врачи не рискнули, побоялись задеть жизненно важные органы. Сегодня парню уже лучше хотя бы сесть может. Нога болит периодически. Иду на поправку. Сказали вставать. Пробую вставать на одну ногу. Несколько, можно сказать, минуту стою. Скоро, может, на костыли стану. Вы видите, как сам уже ходит. Тихо, тихо, тихо. Сосед по палате Никиты Кирилл тоже был возле школы 5 ноября. Ему чудом не пробило легкое. А вот ногу задело. Сегодня она болит уже меньше. Мальчик признается, только игры помогают немного отвлечься. На деньги фонда мама купила. Спасибо большое Ренату Ахметову. По личной инициативе Рената Ахметова, гуманитарный штаб «Поможем» оплачивает лечение всех детей, пострадавших во время войны. Вечером мы попали в больницу, а утром уже фонд Рената Ахметова. Уже занимался нами с утра, уже 8 часов с нами связались. Также с детьми и родителями работают психологи. Штаба «Поможем». И со мной тоже я консультируюсь по непонятным вопросам. Ну, стою тоже, конечно, и морально. Подхожу к психологу, она мне подсказывает. Занимаясь эвакуацией людей, занимаясь расселением на наших базах, мы увидели, насколько травмированы дети, насколько травмированы семьи. Война страшным катком прошлась по всем жителям Донбасса. Мальчики разговоров о войне избегают и очень надеются, что уже к Новому году вернутся домой. Дарья Захарова, Виктория Чистюхина, Данила Киреев, телеканал «Донбасс». По официальным данным, в Днепропетровской области почти 60 тысяч переселенцев из Донбасса, но регистрируются не все, поэтому реальное их число значительно больше. Насколько сложно прижиться на новом месте, узнавала Мария Иванова. Фотограф из Донецка Геннадий Черномашенцев считал себя домоседом. Теперь, говорит, пришло время стать путешественником. Будет жить там, где есть работа, где он нужен. Первый шок в Днепропетровске – от движения в часы пик. Юля и Даша – луганчанки, но последние пять лет прожили в Донецке. Влюбились в город, а тут снова пришлось переезжать. Первое впечатление в Днепропетровске – обычная мирная жизнь, которая закончилась в родном городе еще весной. Я звонила подруге и говорила, «Да не представляешь, как это удивительно, вроде бы все по-простому, и как это удивительно оказаться в месте, где много людей, где работают магазины, где работают кафе, где работают рестораны, где люди ходят, улыбаются, где течет какая-то жизнь. Мы отвыкли от этого всего». Оксана переехала из Алчевска с 15-летним сыном Даниилом. У парня переходный возраст, а тут еще новый коллектив в школе. Переживал, что его не примут. «Когда я перешел в школу, в первый раз, мне там достаточно все порадовали, все достаточно общительные. Я уже потихоньку думаю, что это, как говорится, мой новый дом». Для Оксаны адаптация в новом городе закончилась через неделю. И все благодаря гостеприимству днепропетровцев. Девушка нашла работу и мечтает остаться здесь. «Где-то через две недели пребывания здесь, мы ехали по городу, по-моему, на выходные мы ехали в парк. И у меня вырвалось, как хорошо жить в Украине. Ну то есть это относилось ко всему. И к тому, что здесь много людей на улицах, и к тому, что здесь украинские флаги везде, и к тому, что здесь вообще спокойно». Переселенцы уверяют, что неприятные впечатления быстро забываются. Когда больше узнаешь город, начинаешь его ценить и привыкать. Мария Иванова, Александр Довгань, Евгений Лопотниченко, телеканал «Донбасс». В Славянске открыли приют для детей из трудных семей. Здание детского дома было сильно разрушено в ходе боевых действий. Его почти полгода ремонтировали волонтеры со всей Украины. В новом доме для малышей побывал Алексей Куделя. Приют для малышей, которые не имеют статуса детей-сирот, не узнать. Летом он оказался на линии огня между силовиками АТО и боевиками банды Игоря Гиркина-Стрелкова. Сегодня вместо руин – восстановленные стены, крыша, современная мебель, учебные и игровые комнаты. Скоро сюда вернется детвора, а пока к их встрече готовятся бывшие воспитанники приюта «Паруса надежды». «Я бы им пожелала, чтобы они были смелые, никогда не сдавались, и всегда шли, достигали свои цели, и чтобы у них было все хорошо». Приют восстанавливали волонтеры со всей Украины. Нередко строители поджидали опасные находки. «В домах, которые напротив, в хозчасти были найдены снаряды. И волонтеры их нашли, когда разбирали завалы, поэтому было страшно». О войне здесь напоминает только вот этот забор, побитый осколками снарядов. Все остальное восстановили полностью, помогали кто чем мог. Предприниматели дарили мебель, строительные и отделочные материалы. Прежнюю систему отопления разворовали мародеры, поэтому новая мини-котельная пришлась очень кстати. «Мы закупили количество садров по старым зимам, по старому котлу, но данный котел намного экономичнее. Но думаю, что процентов на 30 точно будет экономичнее». Кроме детей из Славянска, здесь поселят матерей-одиночек и многодетные семьи из оккупированных городов. Вернуться к мирной жизни им помогут педагоги и психологи. «Здесь есть, да, у нас педагогический состав, воспитатели школьной группы, дошкольной группы. Также есть социальный работник, психолог, который занимается психологически, но работает по профилю с детьми, их родителями». Чтобы привезти сюда детей, еще необходимо отремонтировать кухню и оформить все разрешительные документы. Но Новый год маленькие жители Славянска и переселенцы будут уже встречать в новом доме. Алексей Куделя, Сергей Моус, телеканал «Донбасс». Праздничный концерт для современных и будущих защитников Отечества прошел в Краматорске. В местном дворце детского и юношеского творчества воинов АТО приветствовали аплодисментами. Солдаты-офицеров с Днем Вооруженных сил Украины поздравили творческие коллективы, а юные зрители передали бойцам свои искренние пожелания. «Я желаю им силы, чтобы они держались и победы. Главное, чтобы солдаты быстрее освободили Донбасс, потому что я из Донбасса, я хочу вернуться домой». Экс-президент Европейского совета Герман Ван Ромпий вручил знак качества стран Центрально-Восточной Европы украинской компании «Запорожь-сталь». Это одна из высших наград Европейской организации качества. В свое время ее получали такие всемирно известные компании, как «Филипс», «Нокия» и «Синец». Что касается «Запорожь-стали», эксперты отметили качество продукции комбината и хорошую организацию труда. «Сегодня наш комбинат «Запорожь-сталь» с начала года нарастил продажи в страны Европы уже более чем на 70%. И по состоянию на сегодняшний день уже более 30% продукции нашего комбината продается в Европе. И, как вы знаете, соответствовать европейским стандартам – это очень непросто. А сегодняшняя награда подтверждает, что мы соответствуем». «Знаете, мир глобализируется. У вашей страны масса преимуществ. Например, у вас нет огромной зарплаты. Если вам больше работать над качеством, рынки перед вами откроются». «Время новостей Донбасса» продолжает следить за развитием событий. На этом наш выпуск подошел к завершению. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова